Сегодня утром сотрудники городского управления торговли, питания и бытового обслуживания провели рейд по обнаружению мест, где торговля ведется незаконно. Сразу в двух оживленных районах города, на улице Кубика и проспекте 60-летия Октября, выявлены киоски, в которых торговать нельзя. Тему продолжит Сергей Щербаков. Первым делом участники рейда устанавливают собственников торговых точек, особенно заброшенных. Такого, чтобы они были ничейными, не бывает. Не явится собственник, мы сделаем запрос в органы ОМВД об установлении собственника этого объекта, его места регистрации и направим вот такое требование об освобождении муниципальной земли, неправомерно занятой, в добровольном порядке. Если и после этого собственник не найдется, то киоски демонтируют и в принудительном порядке увезут на арест площадку. Мало того, что они портят и ухудшают наше санитарное состояние города, архитектурные какие-то моменты, еще они, размещаясь на остановках общественного транспорта, они могут представлять потенциальную опасность для людей, которые ожидают здесь транспорт. По словам специалистов, таких брошенных киосков в городе немного и прячутся они в основном во дворах, среди гаражей и в других немноголюдных местах. А сделать так, как в свое время поступили в Москве, когда буквально за одну ночь в столице были демонтированы сотни подобных киосков, в Хабаровске мешает тот факт, что у этих, казалось бы, бесхозных торговых павильонов все-таки есть собственники. Другая ситуация на улице Кубика. Здесь киоски не брошенные, а вполне работающие. Этот киоск хлебобулочные изделия здесь установлен вполне легально и законно, а вот к киоску цветы и овощи и фрукты есть вопросы. Их мы зададим в управляющей компании. Это недалеко, через дорогу. Сейчас попробуем. Но это позже. Проблема в том, что киоски установлены на муниципальной земле, а у их собственников был договор на установку с управляющей компанией. Но по закону на придомовых территориях такие объекты устанавливать нельзя. Поэтому управляющая компания договор расторгла. Правда, коммерсанты говорят, что не в курсе. Никого не оповестили, а возложили как бы доклад об этом после Нового года. То есть где-то 9 или 10. Я не могу сказать, какого числа точно. В управляющей компании получить комментарий на камеру нам не удалось. Мы поговорили по телефону. Скажите, пожалуйста, вот эти предприниматели говорят, что они не в курсе, что договор расторгнут. А такое может быть вообще в принципе, что они об этом не знают? Нет, такого не может быть. У нас имеются документы, которые свидетельствуют о том, что у них была эта информация. Они не знают, они знакомы. И что они понимают, что в настоящее время, в конце 2019 года, все договоры были расторгнуты. Сергей Щербаков, Наталья Чернышева, Николай Трохин, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск.